Подружки, привет! Мы доехали. Смотрите на этого красавца, который уже в своей песочнице. Мы в Риге. Сегодня на день, когда я снимаю, у нас воскресенье. И мы здесь, получается, уже второй день. Вчера, в субботу, мы тут пытались немного освоиться. Ну, с запеременным успехом. Но самое главное, что мы в Риге. Кто нас смотрит давно, кто скучал по нашему саду, welcome. Вот он, наш сад. Потом буду рассказывать, показывать, что у нас здесь. Но самое важное, что у нас здесь из таких новинок, которые для Рэма сильно интересны, это наша Стелла. Стелла! Нашему котенку бабушка подарила щенка. Эй, Стелла, знакомься с подругами. Новая подруга. Вот такая вот у нас красота маленькая, которую мы назвали Стеллой. Привет! 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 Порода у нее, у мамы, Леон Бергер, по-моему, так называется. А папа у этой маленькой Стеллы заблудшая восточно-европейская рыжая лайка. Пришел нам в гости к матери. Ну, и, в общем, сделал свое дело. Вот так появилась у нас эта красавица. Ей два месяца. Да, котенок? Вернее, собачонок. Я уже все. Все у меня котята, все у меня щенята. Короче, вот такая вот красота. Первым делом в пятницу, когда мы приехали, он прыгнул в пруд вот прям туда. Ну, а что хорошо? Хорошо то, что ребенок начал плыть и попытался, в общем-то, из него выбраться. Но, понятное дело, ничего не получалось. И мне пришлось вот прям в одежде с животом прыгать за ним и его оттуда вылавливать. Следом сразу в магазине мы заказали вот такие вот ограждения. И за ограждение поставили тяжеленные, просто тяжеленные вот такие горшки с каннами. Наверное, по-русски тоже они канны называются. В общем, неважно. Через месяц они будут метра полтора. И, следовательно, ни Стелла, ни Рэм уже к этому пруду особо-то и доступ иметь не будут. Мы его изолировали со всех сторон. Сейчас покажу. Тынь-тынь-тынь. Вот так вот. Так, чтобы он вообще к нему не подобрался ни с каких сторон. Понятное дело, что он низенький. Но, по крайней мере, у ребенка будет хотя бы визуальный барьер. И он уже понимает, что туда лезть не нужно. Да? Человек. Подгузник. Носится в своих подгузах. Да, скажи. Че у тебя тут, котенок? Все нормально? В общем, носится он тут голенький в подгузниках. Он в большом вообще шоке от всего, что происходит. Картинка у него другая. Воспринимает он все по-другому. Потому что в последний раз здесь, в Риге, мы были год назад. И получается, что ребенок вот прям вообще другой человек. То есть он вырос, и все. И картинка воспринимается совсем по-другому. Поэтому он тут носится. И в большом удивлении. Первый день, конечно, был тяжеловатый. Потому что он был очень уставший. Сильно раздраженный. И ему было как-то тяжеловато, конечно, адаптироваться. Но в любом случае, я думаю, недельку-две еще понадобится, чтобы он вот прям привык и освоился. И спокойненько уже себе тут носился, играл. И, в общем, был в абсолютном комфорте. Поэтому пока мы только-только привыкаем. Я уже своей маме говорю, что он как Маугли. Только Маугли из джунглей в город попал. А тут городской ребенок, который большую часть своей жизни провел в карантине, в пандемии. Все нельзя трогать, ничего нельзя. В общем, в Санкт-Петербурге, понятное дело, он ограничивается очень сильно. Тут он, наконец, попал в природу. В сад, в свободу, где есть собаки. И вот он прям удивляется очень сильно. Да, котенок? Первый день у нас тут были танцы. Прям танцы. Мама моя накроет нам завтрак. Она там варганит нам блины. Я сяду вместе с Рэмом и расскажу вам, как же у нас дела были в дороге, как мы доехали. Ну и, в общем, все расскажу. Так, забыли. Товарища, ты что тут делаешь? Нашла место, да? Тут моя мама разобрала яму компоста. И она сделала новую. Но пока. Грязнюка осталась. Что там, котенок? Твоя собачка, подружка твоя новая. Давай, Стала, хватит там копаться. Пойдем. Да? Давайте, давайте. Оба. Пойдем. Давай, пойдем, 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 пойдем. Оба, бегите. Вот, кстати, сегодня первый день, когда он уже с ней как-то взаимодействует. Потому что он просто от нее. Ну, не то, чтобы шарахался, но в целом он прям, ну, к ней особо-то не подходил. Так очень осторожничал и как-то вот прям знакомился, можно сказать. Сейчас уже вот у обоих настроение получше. Ну, друзья. Рэм, нельзя. Нельзя собачку. Ну, ладно, пойдемте, котята. Давай, давай, не надо. Пойдем, Стала. Давай, беги за своим другом. Ну, тут у нас маленький бассейн, кстати, я заказала. Ему прям бассейн с горкой, со всеми делами. Приедет он, получается, завтра. И мы его поставим пока такой малышковый прям бассейнчик, который был в прошлом году. Ну, песочницу вы уже сто раз видели. Кто не видел? Песочницу, лежак и ребенок. Нось. И сосед, который начал косить траву, естественно. Деревенские звуки, привет. В Санкт-Петербурге сверло в стене. Вот тут газонокосилка. Прелесть какая. Так, у нас тут небольшая авария. Иду человека спасать. Человек в своей обуви и в подгузнике сел прям в воду. Будем переодевать. Подгузник нам и несу. Кстати, мы на прошлой, по-моему, или позапрошлой неделе с вами в Инстаграме обсуждали такую историю, как влажный подгузник снаружи. Вот это в контексте влажного подгузника сегодня, но в другом случае. Многие мамочки особенно, которые мамочки в первый раз, они дико переживают по поводу того, что утром или ночью, когда мы меняем подгузник, подгузник снаружи немного влажный. Я на самом деле, когда только-только родила Рэма, я поменяла несколько брендов подгузников как раз-таки по этой причине. Так вот, когда меняла подгузники, вот эта внешняя сторона, она была влажной. И мне казалось, ну, наверное, подгузник он плохой, он протекает и так далее. На самом деле, все с точностью наоборот. Хорошие подгузники, которые дышат и которые позволяют ребенку быть в комфорте, а его кожа оставаться здоровой, даже при полном подгузнике, они имеют очень хорошую вентиляцию. То есть это маленькие отверстия, которые вот так вот на глаз не видно. И именно по этим отверстиям и наружу выходит не влага, а именно испарение. И эти испарения не должны оставаться в подгузнике. Для того, чтобы понять, подгузник у нас полный или неполный, используется вот эта полоска-индикатор. А в случае наших гунву здесь в задней части видно, что полосочка у нас желтая. То есть если подгузник чистый, то есть по большому ребенок не сходил, полоска будет желтая. Также здесь в задней части есть специальная наклейка, которая позволяет свернуть, утилизировать подгузник намного удобнее. Ну а спереди, видели, да, он упал у меня в бассейн, тут воды и всего остального много, полоска становится синей. И именно по этой полоске мы понимаем, что подгузник он полный, его пора менять. Но если есть влажность небольшая снаружи, это даже хорошо. Это означает, что внутри ребенок сухой. Ну а все испарения, они выходят как раз-таки наружу. И это для кожи малыша хорошо. Поэтому, мамочки, не бойтесь этого обстоятельства. И в случае, если ваши подгузники, они не совсем сухие снаружи, это не страшно. Это наоборот показатель того, что он хорошо выводит все ненужное из подгузника. Ну а я тут пока снимаю на камеру, ребенок появляется у нас на ютубе. Я вот одеваю нашу гунву, и он тут носится по саду в подгузниках. Но на самом деле большую часть времени, конечно же, этот маленький человек, он бегает тут голенький, да? Ладно, нам пора завтракать. Ссылку на наши подгузники оставлю в описании видеоролика. Их можно купить и на Озоне, и на Уайлдберрис, Яндекс.Маркет, Детский мир. В общем, они стали в России намного-намного более доступными. Так что ссылки все оставлю в описании. Так, неожиданно. Завтрак ему, очевидно, еще задерживается. Нам привезли бассейн. Ну, конечно же, терпения у меня нет. И мне нужно это все поставить. Так что сейчас попробуем поставить этот бассейн, все надуть. И разобраться, насколько он большой и как он вообще тут выглядит. Да, котенок? Ну, естественно, водой мы его тоже наполним. Потому что на улице просто несносная жара. Котенок, подожди. Тут холодная вода. А ну-ка, вылезай. Мы тебе сейчас добавим теплую. Стоп, стоп, стоп. Добавим тебе теплую, и будет у тебя водичка хорошая. Ну вот, подружки, смотрите, какой бассейн прикольный. С горкой и со всеми делами, с игрушечками. Так. В общем, к этой пальме здесь можно законнектить шланг. И тогда эта пальма превращается вот в такую прекрасную лейку душ. Сейчас моя мама принесет немного теплой воды. Чтобы мелкому уж совсем не ледяная она была, стой. И, в общем, будет у нас бассейн готов с коркой. Ну, вот такая фигня тут получается. Шланг, значит, коннектишь. И льется волшебный этот, господи, как он называется-то, фонтанчик. Вот такой вот у нас тут аквапарк. Сейчас мама тоже возьмет, давай. Сегодня у нас такой сильно лаконичный завтрак. Наша бабушка приготовила нам блины. Это прекрасно. Сегодня мы решили, что мы хотим бабушкины блины. Так, держите сметанку. Без бутербродов, с лососиной и прочих. Ой, и прочих прелестей. Короче, подружки, как мы доехали? Доехали мы, на самом деле, сильно замечательно. Я была очень-очень удивлена тому, как быстро мы доехали. Обычно с ребенком это приблизительно 12 часов минимум. Но в силу того, что границы закрыты, трафик намного меньше, то от Санкт-Петербурга до границы за Псковом, как раз-таки Россия и Эстония, потребовалось всего-то, сколько там, 4 часа, да, котенок? Мы встали в 5 утра, пока собрались, в 6 выехали и очень прекрасно доехали до границы. Ребенок в целом не капризничал, нормально себя вел. Понятное дело, он был такой с утра не очень-то довольный, потому что рано-рано проснулся в полшестого. Но все равно вел себя прекрасно, смотрел мультики, играл с игрушками и как-то, ну, в общем, все было нормально. Проходили границу. А, ехали мы на двух машинах, то есть за нами ехал друг нашей семьи, на нашей второй машине. Арс вез нас до границы и потом уже на границу он нас отправил, мы попрощались. И они оба вернулись в Санкт-Петербург. Ну и мы загружены, просто перегружены машиной вдвоем. Я с животом, рэм в машине. Мы приступили к процессу прохождения границы. Конечно, было непросто, потому что, очевидно, на российской границе работы там мало, потому что машин нет, мы были единственными на самом деле. Давайте, помогу. И они вытрясли все, они заставили меня вежливо, отмечу, но тем не менее. Я должна была вытащить все, каждую сумку, коляску, все колеса, абсолютно. Ну, то есть, чтобы вы понимали, машина забита, перебита, включая переднее сиденье пассажирское, то есть я должна была каждую сумку развернуть, все вещи малыша будущего показать, косметички все. Ну, короче, абсолютно все. На предмет разных там запрещенных, там, я не знаю, препаратов, вещей и что еще там можно везти. Вот, но во всем остальном, как бы, мы прошли быстро и вроде все было нормально. Потом эстонцы, они уже не стали выворачивать все мои вещи, просто посмотрели машину, посмотрели там ВИН-номер и так далее, и в целом там спросили, куда мы едем и отпустили нас. Удивило меня то, что на границе ни на российской, ни на эстонской никто не спросил про ПЦР-тест. Вот вообще никто не спросил, ничего про КОВИД. То есть я его даже из этого файлика не достала. Зеленую карту у меня спросили, то есть это страховка на машину, паспорта, и все. То есть про КОВИД ноль. И я так удивилась, думаю, ну хорошо, ладно, ну как бы я специально ничего говорить не буду, ну как бы тест у нас отрицательный есть, и у меня у ребенка, ну как бы окей. И только потом, когда уже мы проехали по Эстонии 30 километров приблизительно, уже въехали на территорию в Латвии, там, понятное дело, Шенген, все открыто, стоял пограничный патруль, то есть это был такой Бобик. У них свой интернет, на случай, если у тебя интернета нет. И они спрашивали анкету, которая называется COVID-PASS. То есть каждый человек, пересекающий границу, он должен эту анкету заполнить, указать на свои данные и написать, что, ну то есть либо у него КОВИД отрицательный, либо есть тест, ну по каким там параметрам он решил, что КОВИДа нет. И это на самом деле первое, единственное, как бы вот место, где меня вообще спросили про COVID и проверили, и анкету мы посмотрели. Сейчас мы с ребенком должны быть в самоизоляции 10 дней, то есть мы здесь в заточении, сидим 10 дней, особо никуда не выходим, за исключением острой необходимости, там, в магазин, в аптеку и так далее. Вот, а во всем остальном мы сидим и ждем. В гости, короче, к нашим мы пока еще не едем. Рэм всю дорогу в общей сложности, сколько у нас с тобой получилось? Наверное, 10 часов мы ехали, у нас были 3 остановки. Он выдержал прям как молодец. Вот вообще, поплакал там пару раз. Спал, кстати говоря, только полчаса. То есть его будили все вот эти наши остановки, все границы и вот прочие вот эти заморочки. Они выпали на то время, когда ребенок уже засыпал, и поэтому он поспал у меня всего лишь полчаса в дороге. Все остальное время, можно сказать, что он вел себя идеально. То есть он, ну, где-то там что-то чуть-чуть поныл, но это как бы и нормально. Грубо говоря, по делу. Там мульчик закончился, или он попить хотел, или поесть что-нибудь, какое-то там внимание, игрушку и так далее. Приехали мы сюда. Он, конечно же, как я уже сказала, был сильно удивлен. Вот вчера тоже он был очень странненький. То есть ему нужно действительно адаптироваться, привыкнуть. Да и что там говорить, мне тоже. Я тоже жутко устала в дороге, и вот почувствовала это только ночью, когда у меня просто в судорогах сводило ноги. Я постоянно просыпалась, и, в общем, было непросто. Но сейчас уже, как я сказала, вот у нас кайфушки. Мама для нас готовит завтраки. Мы отдыхаем. У нас новый щенок. Мы вот здесь вот можем как бы заниматься природными всякими делами, изучать территорию. Поэтому несколько дней будем адаптироваться. Ну, вам, конечно же, об этом обо всем будем докладывать, показывать, рассказывать в Instagram Stories, на YouTube и так далее. Вот, подружки. Так что, такие дела. Всем большое, огромное спасибо, кто нас поддерживал, кто желал доброго пути, кто держал за нас кулаки, как обычно. Вы у меня подруги самые классные. Мы доехали, все круто, все классно. Слава Богу. Единственная печаль, конечно же, что мы попрощались с Сарсом на долгое, продолжительное время. И его мы увидим только через несколько месяцев. Получается, что у нас? В сентябре, когда он приедет ко времени родов. Надеюсь, тоже успеет. Вот. О всем остальном. Ну что ж, будем наслаждаться летом. Будем вам показывать, чем мы тут занимаемся, как мы тут живем, что мы тут делаем, как мы обустроились дома, что у нас покажу в следующем выпуске или через выпуск. В общем, обо всем по порядку, по чуть-чуть буду рассказывать. И наше лето, слава Богу, начинается. Малыш тоже довольный. Я чувствую себя хорошо. Да? И ты, очевидно, тоже. Блинчик еще будешь? Ладно, подружки. Все, на этом сегодня с вами прощаюсь. Буду завтракать, потому что жутко голодная. И мы с вами увидимся в следующем видеоролике. Скажи пока, подруга. Скажи подружке пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok